Добрый день, дорогие ялтинцы и гости курорта! Сегодня мы отправимся с вами в имение Айтадор великого князя Александра Михайловича, внука Николая Первого. Это он, Александр Михайлович Романов, проложил столь любимую ялтинцами царскую, солнечную, горизонтальную или, как и еще называли, императорскую дорогу, соединив Ливадийский дворец с имением Айтадор. Он был человеком разносторонних знаний и интересов, видный теоретик военно-морского дела. Окончив морской кадетский корпус, служил на флоте. Это он основал первый в стране ежегодный справочник военной флоты, а предвидя войну с Японией, разработал программу усиления российского флота на Тихом океане, которая, к сожалению, не была принята. Та же участь постигла и разработанные им проекты эскадренного броненосца и броненосного крейсера, от которых также отказались. А вот в авиации ему повезло. Александр Михайлович считается создателем русской авиационной школы. Здесь у нас, под Севастополем, в 1910 году по его инициативе рождается офицерская авиационная школа, а великий князь становится шефом императорского военно-воздушного флота. Историк, библиофил, а у Александра Михайловича была огромная морская библиотека, которую уничтожили во время революции. В марте 1917 года после февральской революции был лишен звания генерал-адъютанта в связи с упразднением всех военно-придворных званий и был уволен от службы по прошению. С разрешения Временного правительства поселяется в имении Айтадор, а в декабре 1918 года покидает Россию навсегда. У Александра Михайловича и супруги Ксении Александровны, сестры Николая II, было семеро детей, шесть сыновей и дочь Ирина, которая в 1914 году становится женой Феликса Феликсовича Юсупова. Ну а теперь вместе с Ириной Владимировны Науменко отправимся в имение Айтадор. Земли, на которых располагалось южнобережное имение великого князя Александра Михайловича Романова, имеют интересную и многовековую историю. Эта местность была известна еще древним римлянам. Во второй половине первого века нашей эры на Айтадоре была заложена римская крепость, своего рода сторожевой охранительный дозор главных сил, расположенных западнее Херсонеса. Здесь постоянно жили несколько сотен легионеров, преимущественно из фракийцев. Крепость у римлян носила название Харакс. В древнегреческом это место, укрепленное палисадом, частоколом, валом. В какой-то мере с названием крепости созвучна и древнегреческая подводный камень и морской утес. Впервые натурная характеристика крепости на мысе Айтадор была опубликована в 1837 году Кеппином, который, ссылаясь на выполненный им глазомерный план, указывал на то, что остатки оборонительных стен имеют в долину 550 шагов, а внутри пространства, окруженного ими, видны следы прежних строений. Инициатива раскопок Харакса принадлежала графу Шувалову в середине XIX века. Однако результаты его работ не были опубликованы. Регулярные полевые изыскания на Айтадоре начались только в 1896 году при участии и руководстве великого князя Александра Михайловича. А уже 21 декабря 1897 года Кондаков в письме Латышеву сообщает об открытии здесь укрепленного городка греко-римской кладки, о находке бронзовых фибул римского типа, обломков мраванной скульптуры, монет. Вскоре, благодаря Латышеву, на материалы, полученные при раскопках, обращает внимание профессор Ростовцев, который и публикует их в 1900 году в статье «Римские гарнизоны на Таврическом полуострове и Айтадорская крепость». Впервые же на Айтадоре профессор ростовцев побывал только летом 1901 года. После этой поездки появился первый план Харакса, второй план был дан в 1902 году в журнале «Клио». В третий раз профессор вернулся к памятникам Харакса в 1911 году. Он отметил, что с 1907 года прежде случайные изыскания превратились в ежегодно возобновляемые систематические раскопки, давшие уже теперь богатые результаты и обещающие еще более богатую добычу в будущем. Систематические раскопки сопровождаются съемкой довольно точных планов, разрытого, систематизацией и классификацией научного материала и фотографической съемкой некоторых наиболее важных руин и памятников. На первом этапе исследования, который длился 15 лет, были известны все основные нашему времени архитектурные сооружения Харакса. Две крепостные стены с башнями и воротами, немфей, бассейн для пресной воды, термы, святилища и остатки других построек. Так вот, значительная часть урочища Айтадор с прилегающими к нему с северной стороны шоссе пустырями и составляли собственность великого князя Александра Михайловича Романова. Но это было в 90-е годы XIX века. А первое упоминание о том, что земли принадлежат великому князю Михаилу Николаевичу, отцу Александра Михайловича, находим в многочисленных путеводителях по Крыму. Из официальных документов, то есть документы в данном случае Центрального государственного архива Крыма, узнаем, что земли приобретены великим князем Михаилом Николаевичем, покупкой при деревне Гаспро. Бумаги составлены в ноябре 1870 года. Чертеж исполнен землемером Ивановым. Одним из строителей, приобретенного великим князем Михаилом Николаевичем имения, был ялтинский архитектор Михаил Иустинович Котенков. Он построил малый дом, кавалерский дом, кухонный, конюшенный, рабочие казармы и помещение заведующего имения. Однако в более поздних документах, в частности в делах по имению за 1886 год, владелицей имения значится великая княгиня Ольга Федоровна, мать великого князя Александра Михайловича, до брака принцессы Цицилия Баденская. После ее смерти в сентябре 1889 года в поезде по дороге в Крым в имени Айтадор, по ее духовному завещанию южнобережное имение переходит к сыну Александру Михайловичу. К моменту вступления Александра Михайловича во владение имением, оно было уже достаточно оборудовано, освоено и приспособлено не только для отдыха, но и для принесения существенных доходов. В основном доходы имению приносили виноградники и виноделия, а также продажа фруктов, цветов. Для этого были построены винные подвалы в 1899-1902 годах архитектором Секавиным и подрядчиком турецко-подданным Ильей Бибериди, жительствующим в деревне Мисхор. В имении производили на продажу следующие сорта вин «Столовая красная», «Бордо», «Столовая белая», «Педро Хименес», «Семильон», «Каберне красная», «Мускат сладкий», «Мадера». А вот список организаций, заведений, которые закупали вино в имени. Город Омск, распорядительный комитет Выборгского крепостного пехотного батальона, город Выборг, Винницкое общество потребителей, город Камышин, воинский начальник, Третий Уральский казачий полк, город Лотц, магазин Суркова экономия в городе Черкассы, магазин Белянова в городе Умани, гастрономическая торговля Гладкова в Симферополе. Это, конечно, далеко не полный список. Занимались продажей и рекламой айтодорских вин и в столице, Санкт-Петербурге. Приведем в качестве примера одно из писем в управлении имением от господина Бессова, проживающего в Санкт-Петербурге на Морской 11. Публиковал рекламу в газете «Новое время» и других. Весьма желательно иметь для рекламы плакаты айтодорских вин, также один или два сорта красного и белого вина, более легкого и дешевого, так как публика большей частью требует айтодорских вин более дешевых и легких. 80 копеек при теперешних временах, слишком высокая цена. Главным конкурентом айтодорских вин являются вина удельного ведомства, покупатели которых пользуются крупной скидкой и вместе с тем вино значительно дешевле. Подобного рода письма приходили и из Варшавы с просьбой быть постоянными оптовыми покупателями вин из имени Айтодор, фирма «Зейдель и компания», из Одессы от одесского купца Абрама Самуиловича и других. Рекламные плакаты заказывали в Санкт-Петербурге в типографии «Голики» и «Вильборг», ярлыки и преискуранты на бутылке с вином в типолитографии «Мукамеля» в Одессе. Пробки и винные бутылки закупались также в Одессе на заводе «Викандер» и «Ларсон». Ярлыки на бутылках имели следующий вид. Под гербом имение надпись «Натуральные крымские вина имения Айтодор» его императорского высочества, великого князя Александра Михайловича. Что вина имели успех и спрос, говорят и те факты, что комитет Южно-Русской областной выставки в городе Екатеринославе, предлагал принять участие Айтодору. Выставка проходила в июле, августе и сентябре 1910 года. Главным виноделом имения долгие годы был Константин Иванович Ансельм, потомственный почетный гражданин, обучался в Рижской гимназии, потом в Берлинском и Лепсерском университетах, жил в имении, получал 1200 рублей в год жалования и 4% вознаграждения с поступивших сумм от продажи вин. Не обходилось и без неприятных происшествий. Так, управляющему имением Айтодор, а с 1906 по 1917 год им был Карл Людвигович Бреннер. В марте 911 года от Управления Российским транспортным и страховым обществом в Санкт-Петербурге приходит бумага о том, что в Порт-Артуре реквизировано крепостным интендантством вино, принятое к отправке от Управления имения Айтодор. Правление вынуждено предъявить иск Комитету добровольного флота, которому вино было сдано для перевозки. Слушание дела назначено в Санкт-Петербургском коммерческом суде на 29 марта 1911 года. Закончилось оно не скоро, но все же в пользу правления страховым обществом и, соответственно, имения Айтодор. Конечно, и само имение должно было выглядеть на должном уровне. Внутри хозяйства постепенно проводились работы по благоустройству и значительному расширению. Все средства на содержание имения переводились из конторы двора его императорского высочества великого князя Александра Михайловича, которая находилась в Санкт-Петербурге, улица Офицерская, 35, через Ялтинское отделение Азова-Донского коммерческого банка, находящегося в Ялте на набережной. У управляющего имением был довольно расширенный штат, в отличие от других имений. Дело в том, что управляющий имением Айтодор одновременно был управляющий и другими южнобережными имениями, находящимися на Кавказском побережье Черного моря, садового заведения Синоп, недалеко от Сухуми, имение Диаскурия, Батуми и имение Колхида, Гагры. Там были только смотрители и садовники, а в Айтодоре управляющий, бухгалтер, смотритель дворцов, винодел и старший садовник. А для того, чтобы подготовить имение к приезду высочайших владельцев, нанимались рабочие из близлежащих деревень Гаспро, Мисхор и города Ялта. Имение пользовалось услугами крупных магазинов города. Так, в 1897 году в деле номер 2 фонд 326, отчет прихода и расхода по Айтодорскому, его императорского высочества, великого князя Александра Михайловича за 1897 год, находим интересные факты. Получено 25 тысяч рублей, на содержание имения 17 842 рубля и 40 копеек. Из них по саду и парку, садовое заведение Роте в Одессе, Никитскому саду за декоративное растение, садовое заведение Рамле в Ростове. По винограднику и подвалу, подзенные рабочие, обрезка винограда, уборка чебуков, сбор вредных насекомых, купцу Мемету Бекирову. Он был жителем города Ялта, имел несколько домовладений на улице Елизаветинская, ныне Игнатенко, магазин-кафетерий. Набережная улица, дом не сохранился. Мастерские по ремонту экипажей, торговли с серой гвоздями, шпагатом и так далее, угол Аутской и Морской. Сейчас здание МВД. По хозяйству имения, жалование рабочим при лошадях, вознаграждение священнику. В мастерские барелье за исправление вазов, инструментов и ковку лошадей. Барелье Антон Иванович, французский гражданин, проживал также в Ялте на улице Аутской, ныне улица Кирова, где и были мастерские. Кроме хозяйственных построек, дворцов для семьи великого князя Александра Михайловича, в имении была еще и школа, где обучались дети служащих имения и окрестных деревень. Учительница госпожа Шиллер Александра Александровна, дочь провизора, обучалась в Коломенской женской гимназии и на Санкт-Петербургских педагогических курсах. Имела жалование 600 рублей в год и квартиру в имении с освещением и отоплением, и даже отпускались деньги на прислугу. В 1910 году решался вопрос об устройстве освещения имения электричества. Немного позже, в 1912 году, и вопрос о строительстве нового дома. Оно поручается ялтинскому архитектору Николаю Петровичу Краснову, который до этого времени уже выполнял работы в имении по строительству бараков, обновлению канализации в 1907 году. Построенный архитектором Красновым дом сохранился и до наших дней, один из корпусов санатория Роза Люксембург в поселке Гаспро. В одну из стен дома вмонтирована мраморная плита с рельефом и греческой надписью. Но и по исследованиям археологов ее нельзя отнести к находкам сайта Дора. После трагических для семьи событий 1917 года они находились в своем имении сначала под стражей матросов Временного правительства, а потом революционного отряда Севастопольского революционного совета. И были освобождены в апреле 1918 года вошедшими в Ялту немецкими войсками. Семья в имении проживала вплоть до окончательного отъезда из России в марте 1919 года. Вот как об этом времени вспоминает последний протопрессвитер русской армии флота Георгий Шавельский, который был приглашен в Крым из Киева великим князем Николаем Николаевичем, который в то время проживал в Дюльбере. Как раз Шавельский прибыл в день рождения великого князя 6 ноября 1918 года и видел приехавшую поздравить его императрицу Марию Федоровну. Она жила с семьей великой княгини Ольги Александровны в Хараксе. О великом князе Александре Михайловиче и его семье он пишет, что последний живет в Айтадоре и занимается винодельем, якобы по слухам выручил около двух миллионов рублей. А к концу 1918 года в декабре великий князь Александр Михайлович покидает Айтадор, а вместе с тем и вообще Россию на корабле английского военного флота Форсайт. И последнее воспоминание, то что запомнилось на всю оставшуюся жизнь, айтадорский маяк, в последний раз освещающий путь великого князя. Несколько слов о послереволюционной истории имения. Она типична. 1921 год. Дом отдыха ЦК Металистов. Айтадор. 1929 год. Санаторий для взрослых, больных туберкулезом легких. 1934 год. Переоборудован в детский санаторий и для подростков и назван именем Розы Люксембург. 1941 год. Эвакуирован на Кавказ в город Тиберда. Во время фашистской оккупации госпиталь для немецких солдат. После войны до ноября 1945 года санаторий для советских воинов. С ноября 1945 года снова санаторий по профилю туберкулезных больных. А в 1956 году изменен профиль санатория. Он становится детским с 7 до 14 лет без туберкулеза. Также до наших дней на территории имения Айтадор, а теперь санатория имени Розы Люксембург, по хранящейся там технической документации, сохранились следующие здания, построенные в разные годы и принадлежавшие имению. Спальный корпус номер 1, Малый дворец, 860 года. Спальный корпус номер 2, Дворец для детей, Архитектор Краснов, 1912 года. Корпус номер 3, Школа, 1912 года, Постройки. Пищеблок, 1860, Прачечная, 1869, Столовая, 1860 года, Жилой дом, Церковь, 1912 года. Субтитры создавал DimaTorzok